Дизайнерский форум Мастер-классы будут про конфликтологию клиентов, как помочь нашему клиенту, как подобрать нужные слова, как разобраться с проблемой, с которой они приходят или задачей, которую они ставят. Потому что часто проблема в том, что люди не слышат друг друга. И вот здесь очень важно понимать, кто перед тобой, как с ним правильно выстраивать отношения и не просто продать какую-то услугу, а решительную проблему клиента. — Ваш союз называется «Союз дизайнеров и архитекторов». Давно он создавался? Каковы основные цели и задачи вашего союза? — У нас один из самых молодых союзов на рынке, которые существуют. Есть множество разных союзов. Есть старый, новый. Наш существует уже более двух лет. И наша основная задача — это просветительская деятельность. То есть мы сами организовываем много конференций. У нас шесть основных конференций в году в Москве. В основном они проходят. Есть всегда прямые трансляции для регионов. И мы поддерживаем все региональные мероприятия, которые существуют, если к нам обращаются. И вот из Барнаула как раз школа «Арт плюс» она к нам обратилась со словами «Помогите нам сделать достойное мероприятие». И мы действительно поучаствовали, решили помочь. — Вы единственный будете гость из Москвы? — Нет, из Москвы еще будет Диана Балашова, известный дизайнер медийный. — Евгений, насколько бизнес в провинции отличается от бизнеса в столице? Есть какое-то отличие? — Отличие есть всегда. И даже внутри самой столицы есть отличие в масштабах. Это первый момент. Именно понимание самих идей важности. Потому что, допустим, в Москве уже просто сам дизайн в секторе B2B сам просто никому не нужен. Есть бизнес, который хочет стать лучше с помощью дизайна интерьеров. Допустим, это красивые входные группы, это рестораны, которые лучше продают еду или имеют какую-то свою исключительную особенность, потому что в столице хочется выделиться. В регионах может быть просто красиво. Но мы специально этим занимаемся, посвятительской деятельностью, чтобы было понимание, что мы друг другу должны помогать. И дизайнер в первую очередь должен помогать своим клиентам сделать их лучше, более, скажем так, обеспеченнее, вывести уровень на другой бизнес. Вот это очень важно. А какие чаще всего вопросы вам задают? Вы же часто бываете, наверное, в других краях, областях. Я понимаю, что первый раз к нам, надеюсь, не последний приехали в Алтайский край. Но тем не менее, какие чаще всего вопросы возникают? С чем к вам обращаются? Что, может быть, вас удивляет? Я не знаю, в этих вопросах. Самое интересное, чаще всего обращаются с вопросом масштабирования и выхода на новый уровень. Потому что, так или иначе, дизайнер – это творческий человек в первую очередь. И если он не будет творческим, он будет плохим дизайнером. И вот есть часть мозга, которая отвечает за творчество, есть часть – за логику. А вот бизнес – это логика. И вот люди очень часто хотят перейти на другой уровень, а для этого нужно подключить в сторону логики. То есть нет понимания, что продажи любого вида искусства – это все равно так или иначе продажи. И все, значит, работает по законам бизнеса. Хочешь заниматься творчеством – делай все бесплатно. И будешь счастливый. А все остальное в другом случае надо слушать тех, кто уже в этом вопросе успешен. И вот яркие вкусные примеры, как сделать так, чтобы ваши клиенты были счастливы. Потому что это в интернете мы можем клиентов купить в Москве легко. В Барнауле больше работает сарафан. А здесь нельзя совершать ошибки с конечным клиентом. И вот очень важно понимать, как правильно выстроить эту линейку, чтобы тобой клиент гордился. Чтобы дизайнер повышал его статус, уровень. И хотелось возвращаться к нему еще и еще и передавать. Евгений, а можно говорить о смене поколений? Поколения предпринимателей, поколения дизайнеров. Вот мы всегда ругаем 90-е годы, но там все равно был свой бизнес, свой дизайн, какой-никакой. Потом были нулевые, потом десятые годы. Что-то менялось в это время в бизнесе, в дизайнере на ваших глазах? Ну я немножко молод. Немножко молод. Чтобы делать именно такую оценку, я могу видеть не смену поколений, а смену менталитета. Менталитета готовности к изменениям. Потому что мир ускоряется при даже моих критериях возраста. И есть те, кто не готовы к этим ускорениям. Есть те, кто не меняют ни свое отношение к клиентам, ни свой подход. И вот они уходят на задворки рынка, им становится, скажем так, не так комфортно. Они превращаются в то поколение, которое недовольны молодежью, которое более активно. Потому что вышла девочка только что после института или каких-то курсов. Завела инстаграм, правильно настроила рекламу, и она уже может спозиционировать себя, что она достаточно успешна. Они работают всю жизнь, у них гигантское портфолио, но они так и не сумели в товаро-денежные отношения с рынком войти с точки зрения привлечения к себе дополнительного внимания. И вот в этом есть некая печаль. Одни, возможно, напористые, но неопытные. Другие опытные, но не знают, что с этим делать. Здесь есть разрыв. Но так и есть во всех нишах. Поэтому это не является какой-то большой трагедией, большой проблемой. Сейчас век незнаний, век информации. И вся информация уже давно есть. Если бы хотели разобраться, те разберутся. Здесь вопрос внутреннего менталитета. Готов ли ты настроить сам себе на пульте каналы на телевизоре, либо ждешь мастера, когда он к тебе придет. Вот это очень важный момент, что те, кто готовы развиваться, у них и так все будет хорошо. Они найдут, где вода, дырочку. Они справятся. Раньше был подход «нормально делай, нормально будет». О тебе расскажут, если ты хорошо делаешь. Это называется проклятие художника, когда ты влюблен в свой продукт и не видишь его непригодность для рынка. Не по причине, что он непригоден, а по причине того, что нужно про рынку рассказывать про этот продукт. Нужно заниматься вот этой промоутерской работой и маркетингом. Если это сейчас будет отсутствовать, то человеку тяжелее будет развить свою нишу, свой труд, свой талант, показать его миру. А во времена, скажем так, интернета можно работать и с Москвой, и с Европой. И неважно, где ты находишься. — Евгений, я как раз хотел спросить вас про Европу и Америку. Много вообще, в принципе, мы берем оттуда знаний, информации, опыта? Либо Россия идет своим путем, или все-таки вы, может, тоже достаточно часто ездите в Европу, что-то берете лучшее оттуда? — На моем месте аналитику это будет, конечно, громко, иметь право провести эту аналитику, это громкое заявление с моей стороны. — Просто ваша точка зрения, да, конечно. — Да, все тренды идут из Европы основные, и, разумеется, мы на нее смотрим. Но мы должны недооценивать Китай с его культурой, потому что именно их культура и их объем, скажем так, инвестиций в интерьер и в будущем будет менять рынок инвестиций, рынок дизайна, так или иначе. Опять же, могут стоять матрешки в том же ЦУМе на Красной площади, вроде бы культуры России, да, но они в расцветке, ярко-фиолетовой, тех орнаментов, с которыми китайцы родные хотят фотографироваться. То есть им, чтобы это было приятно. В любом случае будет происходить эклектика смешения культур и стилей. Так или иначе, те, кто смогут поймать эту волну, будут достаточно успешны, и это тонкий момент надо чувствовать. Кто-то создает свои мемы, свою тему, свое направление, свою идею. Это тоже очень классно. Геймификация недооценена, потому что мир игроманов у нас только большой, в России практически никак не представлена продукция для них и культура, скажем так, общественного отдыха. Поэтому это тоже пустые совершенно ниши. Но нам нравится работать с проверенными, боимся рисковать, работаем в тех стилях, которые существуют, и поэтому есть такой момент. Опять же, Ноки были когда-то на рынке лидерами, но пришли айфоны и забрали рынок. Не факт, что тот, кто первый, перво проходит, останется на рынке. Тут всегда есть риски. Поэтому посмотрим. Мы живем в интересные времена. Евгений, вот в Барнауле у нас интересная тенденция. У нас развиваются только забегаловки какие-то, то есть пивнушки и забегаловки, и очень дорогие рестораны. Вот скажите, в Москве есть рестораны, чтобы, ну не знаю, для каждого посетителя, да, допустим, и для небогатого, и для богатого, и со средним достатком. И вообще, насколько важно развивать тоже рестораны, интерьер, да, потому что наши местные владельцы не очень заморачиваются в этой теме. Как ни странно, у нас буквально на этих выходных в Москве была большая конференция «Хорика Билд для дизайнеров». Именно собрали на одной площадке 200 человек и обучали именно этим вопросам. Именно эту тему мы обсуждали, у нас и рестораторы известные выступали, и профессионалы уже известные в «Хорике», как из Белоруссии, из России, из Казахстана. Вот, в этих рамках есть несколько важных аспектов, потому что какой бы ресторан ни был, работают для людей и с людьми. Любую еду можно продавать за любые деньги, как и в среднем ценовом сегменте, в топовом и, разумеется, в экономе. Люди должны туда хотеть возвращаться, и они возвращаются, они приходят за интерьером, они приходят за картинкой, но если еда невкусная, он сюда не вернется. Он гостей, может быть, каких-то приведет еще раз, что он посмотри, но будем есть в другом месте, там шашлык нормальный. А здесь получается, что надо соблюсти и качественную кухню, и качественные технологии с точки зрения пространства. А вот то, что там для молодежи, допустим, для различных возрастов, то есть важно, или это тоже… Это важно, как целевая аудитория. То есть этот ресторан будет здесь успешен, потому что здесь рядом общежитие. А, вот так вот. И если мы знаем, кто наша целевая аудитория рядом, мы можем сделать более успешный проект для них. Но это не значит, что здесь не выгорит или не поднимется проект премиального сегмента, потому что если у него будет своя изюминка, если там будет тот повар, на которого идут, если будет арт-директор, который вступает в коммуникацию со всеми гостями, и он помнит их любимое блюдо, мы приходим на людей. И вот это очень тоже важный момент, что у нас должна быть атмосфера, в которой нам комфортно. Меню, где мы понимаем надписи. Евгений, большое спасибо вам за содержательную беседу. Приезжайте к нам почаще. Удачи, до новых встреч. Благодарю вас. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был президент Союза дизайнеров и архитекторов, один из спикеров форума «Про интерьер» Евгений Тюрин. Спасибо за внимание, до встречи.